Здравствуйте, дорогие друзья! Тыква является одним из символов осени. Зачастую блюда, приготовленные по рецептам с добавлением тыквы, очень яркие и ароматные. Они могут быть как самыми простыми, подходящими для повседневного обеда или ужина, так и более изысканными для особых и важных событий. С добавлением мякоти тыквы готовят и основные блюда, и гарниры, и десерты. И в выпечке тыква проявляет себя просто восхитительно. Так почему бы в преддверии Хэллоуина, символом которого является царица огорода, не украсить наш стол маленькими румяными тыковками? Давайте приступим! Для начала необходимо приготовить пюре из тыквы. Для этого саму тыкву нужно либо запечь в духовке, либо сварить, либо отварить ее на пару и перетереть в блендере. Затем надо растопить сливочное масло. Далее я сделаю небольшую оговорку. Если вы используете обычные свежие дрожжи, вам необходимо приготовить опару, то есть в молоке растворить столовую ложку сахара, дрожжи и оставить на 15 минут. Если же вы будете использовать инстантные дрожжи, такие как использовала я, то следуйте строго моему рецепту. В чашку выливаем теплое молоко и растворяем в нем сахар. После чего выливаем туда растопленное масло, тщательно перемешиваем. Добавляем яйцо и перемешиваем еще раз. Затем сюда же добавляем пюре тыквы. Подсаливаем. Снова перемешиваем и отставляем в сторонку. Важно помнить, что соли и дрожжи не очень хорошо уживаются друг с другом. Поэтому добавление дрожжей и соли необходимо разнести по времени на как можно больше промежуток. В просеянную муку добавляем инстантные дрожжи. Хорошо перемешиваем и выливаем сюда подготовленную ранее смесь из молока, масла, яиц и тыквы. Замешиваем тесто. При этом необходимо понимать, чем дольше мы будем вымешивать тесто, тем более пышным оно получится. Будет лучше уделить этому процессу 15-20 минут. Затем тесто убираем в достаточно большую миску. Накрываем его, чтобы оно не заветрилось и оставляем в тепле для растойки примерно на час-полтора. По логике вещей тесто за это время увеличится порядка два раза. Может даже больше. По прошествии этого времени тесто вымешиваем еще раз. Получившее тесто делим на 12 частей и формируем аккуратные шарики, которые выкладываем на подготовленный лист, смазанный растительным маслом или выложенный пергаментной бумагой. Разместить их нужно на достаточном расстоянии, чтобы они не склеились, потому что тесто при выпечке будет подниматься и увеличиваться в размерах. На каждом из шариков необходимо сделать 8 надрезов. Таким образом при выпекании булочки примут форму тыквы. В довершении всего в центр каждой булочки я воткнула семечко тыквы для декора. После этого смешиваем желток с ложкой молока и смазываем все булочки для того, чтобы придать им золотистый цвет и блеск. Далее оставляем их на растойку еще раз примерно на 30 минут. Так как тесто не любит сквозняков, его лучше накрыть. Прогреваем духовку до 180-190 градусов и выпекаем булочки примерно в течение 20 минут. Тут многое будет зависеть от индивидуальных особенностей каждой духовки. Готовые булочки достаем из духовки и остужаем их. Приготовленные по такому рецепту булочки отличают прекрасные осенние цвета, пышной консистенции и невероятно нежный вкус. А форма тыквы позволит им стать прекрасным украшением стола к Хэллоуину. Кстати говоря, по вкусу они очень сильно напоминают булочки за 9 копеек, которые продавали в Советском Союзе. С той только разницей, что там был изюм, а здесь присутствует аромат тыквы. Приятного вам чаепития! А еще, если вы подпишетесь на канал и нажмете на колокольчик, то вы ни за что не пропустите видео с новыми интересными рецептами. Также мы ждем ваши комментарии. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Для вас магия простых рецептов!